Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее видео будет интересно видеоблогерам, для тех, кто создает и записывает какой-то видеоконтент на ютубе. Дело в том, что не так давно мне начали приходить очень интересные сообщения ВКонтакте с просьбой купить мой ютуб-канал. Давайте я вам покажу это все дело. Вот у меня сообщение от различных пользователей, которые мне писали, вот Адам Берг, добрый день, Владимир, заинтересованы ли вы в продаже своего канала Boost? Пишу вам на полном серьезе, бла-бла-бла. Если мы перекликнем тут другие предложения, я уже задолбался их банить, эти аккаунты, которые мне пишут. Также пишут, вот здравствуйте, есть предложение насчет вашего канала. Но так как у меня там в профиле написано, что за предложение купить канал я раздаю бан, то тут уже сразу извиняюсь, бан можете не давать, но я ему дал. Дальше, смотрите, вот какой-то Петя Петров также. Здравствуйте, хотел бы приобрести ваш канал на ютубе. И таких предложений мне поступает очень много в месяц. Человек 6-7 мне 100% пишут. Хочу сразу предупредить, друзья, не соглашайтесь ни на какую сделку. Хотя они предлагают не особо сильно большие деньги. То есть за мой канал 8 тысяч подписчиков и 3,5 миллиона просмотров, которые сейчас у меня есть на канале, мне предлагают 12 тысяч рублей. Но это вообще копейки. Это полмесяца, так сказать, моей работы. За полмесяца я зарабатываю 12 тысяч рублей. Это копейки. То есть они мне ничего не дают. Но, тем не менее, мне поступают такие предложения. Я сразу как бы интересовался у них. Говорю, а сколько вы, то есть, почему вы предлагаете именно такую стоимость? Почему вас заинтересовал мой контент? И они начинают мне писать, что так и так мы типа продаем канал, ну типа покупаем каналы через официальные гаранты. У нас, в общем, есть клиенты за рубежом. Мы им продаем уже готовые каналы. И они уже туда, ну типа заливают свой контент, ну типа чтобы не терять на монетизации. Но, друзья, имейте в виду, что продавать канал ни в коем случае нельзя. Ни за какие деньги, даже если вам предложат 100 тысяч. Хотя вряд ли это возможно. Потому что обычно их скупают те, которые хотят заливать туда какой-то авторский контент. То есть тот, который пользуется хайпом, пользуется просмотрами, то есть большими. То есть их заливают, то есть ваш канал, даже если вы в него будете вкладывать какую-то определенную душу, да, занимались им там, допустим, много лет. То продавая этот канал, вы, то есть вы его отдаете, так сказать, для того, чтобы заливался туда такой, знаете, низкокачественный, то есть контент. То есть ваш канал не будет, ну так сказать, не попадет в руки того человека, который будет в него там вкладывать душу. То есть туда зайдется контент, с него выжмут все соки и просто если его забанить, никто даже об этом жалеть не будет. Второй важный момент, то что продавая такой канал, то есть его покупают только те, то есть они даже пишут сами в сообщениях, что нас интересуют каналы только у тех, у которых подключена монетизация. То есть к чему это? То есть если вы будете продавать свой канал, то те личные данные, те личные данные того человека, на которого зарегистрирован ваш канал, если там будет какой-то авторский, то есть контент, который защищен авторским правом, то на ваши данные могут подать иск. То есть там, допустим, если будут заливаться какие-то фильмы там, допустим, или фильмы, или сериалы какие-то, то правообладатель может подать иск и вам прилетит очень большая сумма штрафа. Поэтому вы очень сильно рискуете. Поэтому, друзья, ни в коем случае не продавайте ваш канал. Это очень важно, потому что, ну, действительно, последствия могут быть действительно очень тяжелыми. И YouTube всеми возможными способами старается вас защитить от того, чтобы защитить и предупредить, важно, чтобы вы не заливали контент, который защищен авторским правом. То есть сериалы, мультики, какой-то другой контент других авторов и так далее. Особенно, если вы канал продаете, то есть если вы хотите продать канал, то будьте добры, отвяжите партнерку свою, и тогда уже можете его продать. То есть с вашей, там, допустим, электронной почтой или еще с какими-то данными, но только без монетизации. Потому что монетизация – это ваш риск. И если, допустим, год-два, то есть вы можете иски не получать, там, пять лет, но на шестой вы можете получить, и последствия будут очень большие, и вряд ли вы сможете расплатиться с правообладателем. То есть за то, что вы использовали его авторский контент. В общем, как-то вот так вот решил для вас записать такое видео, потому что, ну, действительно, поступает очень много разных сообщений. Мне вот за последний месяц, вот за март, давайте вот посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть восемь человек вот за март месяц мне написали с просьбой купить канал. То есть, друзья, ну, вы должны понимать, что за такую сумму, то есть, ну, вот мой канал, мой канал зарабатывает больше ста долларов, больше ста долларов. Они мне предлагают эту сумму, то есть за месяц. Я, то есть, мой канал не заброшен, нигде ничего. Я даже писал, что, а если я отключу монетизацию, что будет? Они такие, не, ну, типа, без монетизации мы каналы не рассматриваем. То есть, наши клиенты, ну, типа, в этом не заинтересованы. То есть, и в основном пишут ребята не грамотные какие-то, набирают каких-то школьников. Возможно, школьники там являются какими-то посредниками. Но, знаете, как школьник, он, с него и спрос меньше, потому что, ну, как бы, может, он несовершеннолетний еще не имеет, ну, то есть, к нему не могут предъявить каких-то, знаете, особых требований. Поэтому, возможно, они пользуются вот такими вот аккаунтами. Потому что, ну, бывает, пишут вот такую билиберду школьники с ошибками даже. А иногда даже встречаются такие вот сообщения, которые действительно правильно и грамотно сформулированы. С этим человеком приятно общаться. Но, тем не менее, они не дают свои контактные данные. Вот даже некоторые даже скрывают. Я писал, то есть, ввел переписку с одним из таких вот покупателей. Говорю, а почему вы, ну, типа, покупаете, то есть, в чем ваш профит, на чем вы зарабатываете и так далее. Они неохотно идут на диалог со мной в этом плане. Они, ну, типа, вы не покупаете, то есть, вы не планируете покупать, ну, тогда до свидания. То есть, вот так вот коротко, чтобы, знаете, не терять свое время. Поэтому, друзья, никогда, то есть, если вам поступают такие предложения, и, кстати, не переходите никогда, то есть, они могут предлагать какие-то, вот, зайдите на наш сайт, там много отзывов и так далее. На любые ссылки ни в коем случае не переходите. Это очень важно, друзья, потому что вы можете, то есть, вы переходите на какой-то ресурс, то есть, светите ваши пароли из вашего браузера, они взламывают ваш аккаунт. То есть, даже такие случаи могут быть. Я к этому очень осторожно подхожу. То есть, даже если мне пишут, там, по, там, продать канал или, там, возможно, по рекламе и так далее. Если кидают какие-то ссылки, я их ни в коем случае не открываю. Говорю, если у вас какой-то видеоматериал, заливайте его на YouTube, я смотрю его. Ну, и потом, то есть, делаю какие-то для себя выводы, да, то есть, сотрудничать с вами или не сотрудничать. В общем, как-то вот так вот, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте ваши вопросы, а также пишите, кому поступали также такие вот предложения с просьбой купить ваш YouTube-канал. Как-то так. Всем пока и удачи!